Ну что друзья, всем большой привет! Как я думаю вы уже в курсе, у нас в игре вышло новое обновление, добавили действительно очень много чего вкусного и интересного, но это не самое главное, потому что я уверен более чем сегодня. На данный ролик вы пришли посмотреть за тем, как я солью ну просто дофигища баблица, купив вот это вот на самом-то деле очень даже интересное предложение. Ну и ребята, я на самом-то деле реалист и вероятнее всего данный сундук я открываю в первый и последний раз в своей жизни, по крайней мере на моем аккаунте, потому что ну что-то как-то мне вообще не верится, что когда-либо я смогу дойти до 6400 кубков, чтобы еще один такой сундук получить, поэтому ну наверное да, все-таки в первый и последний раз. Ну да ладно, откроем, посмотрим, что нам сегодня отсюда выпадет. Ну и друзья, я реально хотел бы дико верить, что вы не пожалели, поставили свой палец вверх, потому что 2000 рубасов трачу вот просто на вот эту вот лабуду. Вы даже не представляете, что можно было бы купить, сколько дошиков можно было бы взять на эти бабосы и наверное знала бы мамка моя, на что я деньги трачу, она бы сказала сына. Ну ты дебил, ты просто, ты дебиляра, вот господи, на такую фигню деньги сливает, ну ладно, ребята, все ради вас, буду надеяться опять же, что палец вверх вы поставили. Все друзья, приобретаю данное предложение, 2000 рублей, боже мой. Все, приобретаю и соответственно смотрим, что находится внутри сундучка. Кликну и собственно смотрим, что находится внутри. 10 тысяч золота, очень даже неплохо, в принципе я по этому поводу доволен, едем дальше. Так, ага, тут же у нас с вами не простой сундучок, тут у нас сундучок с выбором карт, впервые в нашей игре что-то подобное. Так, ну банда гоблинов и гоблины обычные, ну давайте гоблинов обычных возьмем, мне они как бы более нужны. Так, едем дальше, друзья мои, ага, тут у нас смотрите, подрывничок и пушкенца, вот это вот на самом деле интересный выбор, потому что мне по факту ни то, ни то не нужно. Ну, давайте, наверное, чисто из уважения к бомберу, потому что ну как-то он вообще не используется, его и возьму. Поэтому пускай вот как раз нам его и начислят. Окей, ребята, едем дальше. Так, рарочки пошли, но тут я, наверное, все-таки печки, ребята, отдам предпочтение, потому что, ну блин, печка, в принципе, карточка довольно неплохая. Колдун тоже довольно здоровский, но, в принципе, печка, мне кажется, пободрее будет себя вести, так что вот ее как раз и возьмем. 68 карт. Отлично, ребята, поехали дальше. Эпики. Первая эпика у нас, ребят, тут идут, соответственно, наверное, бочку гоблинскую, арбалет, это дело такое, как бы на любителя, а бочку, в принципе, можно к большинству колод, на самом-то деле, так сказать, прикрепить. Ну, давайте, да, бочку себе и возьму. Так, едем дальше, опять рарочки, вот здесь вот, ребята, интересно, слушайте, слушайте, ну, наверное, наверное, мини-пеку, потому что, не, ну, гоблин с дротиками, карта прикольная, конечно, да, не спорю, но мини-пека, как бы, она более такая карта, которую прокачаешь, и как бы, ну, понимаешь, что золото отдал на прокачку не зря, потому что, ну, карта, как минимум, такая, знаете, листующая, а гоблин с дротиками, ну, он такой, знаете, не во всех колодах и не у всех в руках приживется. Поэтому я отдаю свой, а, именно, голос мини-пеки. Едем дальше. Друзья, опять эпики. Слушайте, ну, здесь однозначно молния. Мне кажется, молния реально, вариант просто отличный. Так, сейчас, по идее, нам должны ещё камонок дать, да? Вроде как, эээ, нет, ещё эпики. Нифига себе тут эпиков, конечно. Не, ну, здесь однозначно армия скелетов, гиг-скелет, конечно, поц. Такой довольно опасно, уверенно. Но, мне кажется, армия будет зачастую себя почётче проявлять. Так что я беру именно армию скелетов, гиг-скелетов, без обид. Ну, и, ребята, самое время получается легендарки. И давайте вот каждый прямо сейчас из вас напишет своё мнение насчёт того, какие две лиги сейчас вы будут. Это будет довольно тяжело угадать, потому что сейчас будет не одна легендарка, а сразу две. Но всё-таки, ребята, если вы угадаете сразу две лиги, вы просто, вы офигеете, я думаю, от того, какая вы всё-таки ванга. Поэтому, надеюсь, друзья, в комментариях вы уже написали. Если не написали, то пишите по-быстрому. Давай-давай-давай, ребята, на паузу можете поставить. Всё, я надеюсь, с паузы сняли. Я ставлю на то, что это сейчас будет спарки и гонча. Вот почему-то, мне кажется, так. Ладно, время не тяну. Нажимаю, друзья. И это у нас нет. Это шахтёр и кладбище. По одной легенам выпало. Может, кстати, иногда даже по две падать. Блин. Шахтёр и поц, конечно, классные, но и кладбище как бы тоже такое сложно. Вот это, наверное, ребята, действительно самый-самый сложный выбор. Я не знаю. Ой, слушайте, я, наверное, своё предпочтение именно кладбищу отдам, потому что, ну, кладбище станет второго левела, а шахтёр у меня и так второго. Чтобы до третьего прокачить ещё целых три карты, нужно будет потом найти. Поэтому, да, я всё-таки выберу кладбище. И надеюсь, что о выборе жалеть не буду. Ну что, ребята, вот такой вот сундучок у нас с вами получился. Очень, кстати, много... ...всяких гоблинов и скелетов. Тут надгробие... Надгробие... Нет, не надгробие, господи, а кладбище, армия скелетов, там гиг-скелетов предлагали. Гоблинов тоже дофига, но, в принципе, ладно. Ну и, собственно, друзья, помимо вот этого сундучка, мы с вами получаем 100 косарей голды. И, в принципе, ещё десятку мы получили с сундука. Ну и, в принципе, ребята, каким-то таким вышло у нас с вами открытие. Я реально хотел бы верить то, что оно вам понравилось. Вот, блин, я до сих пор вспоминаю, сколько я на это дело потратил. Ну ладно, в принципе, живём один раз. Правильно, я думаю, правильно. На этом, ребята, заканчиваю. Всем большое спасибо, кто реально не поскупился и поставил палец вверх, кому было просто-напросто... Не лень, получается, дотянуться до этой кнопочки. Я желаю вам удачи, побольше легендарок, побольше отличных и хороших колод вам, соответственно, и пусть у вас всё будет прекрасно. Всем удачи, друзья мои, и давайте. Пока-пока.